С вами Коинпост, и сегодня я хочу поговорить про Международный валютный фонд, государственный долг США, рекордную инфляцию и как это все связано с биткоином. Вы удивитесь, но огромные темпы роста цен, выгодные государствам и власти, планировали это еще с 2011 года. Тема обширная, но я расскажу все тезисно в блиц формате. Кто за такие видео, поддержите лайком. МВФ имеет привычку публиковать свои документы в открытом доступе, возможно в надежде, что их особо никто не будет считать. В 2011 году был представлен план того, как государства могут избавиться от своих долгов. Там приводится уже отработанная схема списания государственных долгов, что хорошо себя показало в период с 1940 года по 1970 год. Для снижения госдолга нужно две составляющие. Первое – это низкие, а еще лучше нулевые процентные ставки, чтобы обслуживание долга обходилось максимально дешево. И второе – это сильная инфляция, достаточно высокая, чтобы реальная доходность по государственным облигациям ушла в отрицательную зону. Вот такой план МВФ предложили еще в 2011 году, и спустя 10 лет он начал работать. Давайте посмотрим на цифры. Госдолг США на сейчас стремится к 29 триллионам долларов. И, о чудо, в Минфине уже снова заговорили о дефолте Америки, если лимит этого госдолга не поднимут до 15 декабря. Напомню, что этой осенью они приняли временное решение и отстрочили дефолт до декабря. Но он все ближе, и расходы бюджета США выросли из-за принятия инфраструктурного плана Байдена на 1,2 триллиона долларов. Лимит госдолга США повышали уже много раз, и вряд ли будут доводить этот вопрос до крайности. Но проблема есть. Особенно с учетом того, что растет не только размер долга, но и его соотношение к ВВП. Именно соотношение госдолга к ВВП в современной экономике считается ключевой метрикой финансового состояния страны, что говорит о ее способности платить по своим счетам. До начала истории с коронавирусом этот показатель для США составлял 103%. А теперь обратите внимание на правый край этого графика. Во втором квартале прошлого года этот показатель резко растет до 135%. На фоне того, сколько было влито денег в фондовый рынок и просто роздано на руки американцам, чтобы не случился новый финансовый кризис. А затем это соотношение пошло вниз и уже снизилось на 10%. Можно ожидать, что когда будут предоставлены данные за третий квартал 2021 года, этот показатель окажется еще меньше. Так как в силу вступила реальная отрицательная доходность и она увеличивается. Потому что доходность по 10-летним казначейским облигациям США чуть больше полутора процента. А в то же время инфляция в Америке вышла на рекордный за последние 30 лет уровень в 6,2%. ФРС может сколько угодно выражать озабоченность из-за высокой инфляции, но на самом деле она им выгодна, потому что позволяет сокращать соотношение госдолга к ВВП. И это было запланировано еще 10 лет назад. Причем тут биткоин? Почему МВФ против его принятия в Сальвадоре и оказывает давление на другие страны, которые только заикнутся об аналогичных мерах? Почему из Нафталина достали Хиллари Клинтона и она рассказала об угрозе биткоина для доллара в качестве резервной валюты? Может быть причина совсем в другом – в том, что биткоин не контролируется МВФ, в том, что инфляция биткоина равна нулю. И это никак невозможно изменить. И фактически биткоин предоставляет собой реальную защиту от их хитрого плана по списанию госдолга за счет того, что люди станут еще беднее. Вот что происходит в мире сегодня на самом деле. А чтобы быть в курсе последних событий, подписывайтесь на наш канал в Телеграм по ссылке под видео. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост. Субтитры сделал DimaTorzok